Переходим к заключительному пункту нашей поездки, к докладу Елены Юрьевны Гуськовой из нашего института, на тему «Советская политика на Балканах в период заката перестройки 1990-1991 года». Спасибо, а меня слышно? Да, Елена Юрьевна, слышно. Вот я перешла с компьютера на телефон, потому что что-то компьютер мне звук вообще не давал. Я приветствую участников конференции, тех, кто остался, тех, кто еще выдерживает отведенное время. И хочется сказать, что тему я специально подбирала так, чтобы все-таки она как бы продолжала исследование Ирины Степановны, как раз роли России на Балканах. Роли России на Балканах, потому что, конечно, Ирина Степановна для всех историков института, славян-ведения особенно, является тем флагом и тем символом, к такой же деятельности мы должны, конечно, стремиться и к качеству своей работы. И для СССР, и для Югославии 1990 и 1991 год были очень трудными. На весах истории решалась судьба федераций. Белград прилагал большие усилия к тому, чтобы удержать Югославию от распада. И кроме внутренней, этому должна была способствовать и внешняя политика. Югославия искала новые импульсы двусторонних отношений с развитыми государствами. Италия, ФРГ, Австрия, Франция. Об этом писали мало, но вот архивные документы, архивы Министерства иностранных дел показывают, что действительно эта работа шла очень интенсивно. Однако, западноевропейское направление внешней политики Югославии оказалось неэффективным в плане объективности рассмотрения происходивших событий. Поэтому, пытаясь сохранить единство федерации, руководство страны большие надежды возлагало на СССР. Член Центрального комитета КПСС Валентин Фалин в те годы в своих воспоминаниях, анализируя причины масштабных импровизаций Горбачева, приведших к краху перестройки, подчеркивает, что невежество, незнание, слитое с безграничной и неконтролируемой властью, равно почти стихийному бедствию. По его мнению, придя к власти без программы, четко продуманной концепции, Горбачев занялся импровизацией. Импровизации дорого стоили нашей стране, и это касается внешней политики. Югославское направление Балканской внешней политики СССР в трудных внутриполитических условиях не было серьезно востребовано. Во всяком случае, из документов видно, что в нем больше была заинтересована югославская сторона. Разговоры во время встреч или по телефону носили общий характер и подчеркивали необходимость наращивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям. Следует при этом подчеркнуть, что связи не прекращались, и мы наблюдаем советско-югославские контакты на разных совершенно уровнях, но они практически не касались той кризисной ситуации, в которой оказалась страна. Назначенный министром иностранных дел СССР в январе 1991 года Бессмертных свою первую поездку в Европу начал с Белграда, это 8-9 апреля, изменив ранее намеченный распорядок Балканского турне и поставив Грецию на второе место. Министр заверил, что Советский Союз хочет видеть СФРЮ единым и процветающим государством, активно выступает за сохранение территориальной целостности страны, нерушимости границ Югославии против интернационализации ее проблем. Белграду было очень важно, что Бессмертных делал упор на важность укрепления единства страны и союзных начал в ее устройстве при недопущении интернационализации Югославского кризиса. Совершенно очевидно, что внешняя политика в последние годы существования СССР была зависимой, нестабильной, а потому, в общем-то, бессильной. Как вспоминал посол России в США Добрынин, Михаил Сергеевич растерянно наблюдал за последствиями своей собственной политики в Восточной Европе, лишь повторяя свой основной тезис о взаимном с Западом поиске новой системы безопасности для новой Европы. Что касается Балканского региона, то он оставался в зоне внимания скорее по инерции. Министерство иностранных дел СССР декларировало, что занимал нейтральную позицию в конфликте на территории Югославии. Равноудаленность от конфликтующих сторон диктовала заявление наиболее общего характера. Неизменным оставался лишь тезис о территориальной целостности Югославии. Как вспоминал Черняев, устойчивость выбора Горбачева в пользу единства Югославии была связана с вопросом целостности СССР, с прицелом на Прибалтику. Такая позиция СССР понятна, так как поддержка сепаратизма в других странах могла бы иметь отрицательные последствия для судьбы самого СССР. Особенно провозглашение независимости Словении и Хорватии стало для СССР во всех отношениях нежелательным прецедентом, так как схожие процессы наблюдались и в ряде советских республик. Но нужно заметить, что очень серьезные контакты существовали у Москвы со Словенией и Хорватией. Поэтому с одной стороны нежелательно, а с другой стороны вполне возможно. Во время всех официальных встреч Москва и Белград обещали взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям. Они констатировали близкость подходов к международным вопросам, высказывались за усиление взаимодействия. Как вспоминал Черняев, в разговорах с Югославами ощущалась прежняя искренняя дружба, наполненная товариществом, полной открытостью, какой-то родственностью. Однако Горбачев на это не реагировал и от таких встреч уставал. Об этом есть несколько воспоминаний близких к Горбачеву людей. И даже после того, как парламенты Словении и Хорватии объявили о своей независимости, внешнеполитическое ведомство продолжало придерживаться своей позиции. МИД СССР 26 июня 1991 года сделал заявление, что действия двух республик Югославии являются односторонними. Отвечая на вопросы журналистов, начальник управления информацией МИД СССР тогда Чуркин с уверенностью говорил, о позиции Москвы. Мы исходим из того, что эти права должны реализовываться исключительно в рамках конституционного порядка и не вести к дезорганизации международной жизни. Нам представляется, что территориальная целостность Югославии – это ценность, к которой следует относиться как таковой. Москва долго не отступала от своей позиции, позволяя подвижки лишь в сторону либерализации межреспубликанских отношений. Так, в сентябре 1991 года Горбачев в разговоре с Андриотти выступал за сохранение Югославского государства, хотя бы в виде союза суверенных государств. Москва была также решительна против участия любых вооруженных сил извне в разрешении конфликта, как это предлагалось некоторыми представителями западных стран. Настаивала на широком политическом диалоге между республиками и отказе от решения спорных вопросов вооруженным путем. Безусловно, Москва не могла выстраивать свое отношение к событиям на Балканах без учета позиций европейских стран и Соединенных Штатов Америки. А их политика с середины 1991 года начинает меняться. Наш МИД констатировал, что представители европейских государств встали на путь прецедентного использования международного посредничества в решении сугубо внутриполитических вопросов в независимой стране, и что для нас это неприемлемо. Работая с архивными документами МИД СССР, приходишь к выводу, что дипломаты, работавшие на Балканах, а также эксперты, уже с начала 1991 года осознавали, что сохранить Югославию не удастся. Но официальная позиция Москвы оставалась неизменной. Например, в докладной записке МИД без автора и предназначения от 15 февраля 1991 года делался вывод о том, что сохранить Югославскую Федерацию в нынешнем ее виде не получится. Дальнейшее ослабление власти Центра неизбежно. Однако автор, как, впрочем, и советское руководство, опасались постановки вопросов изменения границ, обострения борьбы внешних сил за влияние в регионе. Поэтому предлагалось попытаться сохранить единое государство и обеспечить фактическое сосуществование в нем двух различных социально-экономических укладов. Продолжать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической областях, наращивать диалог с руководством Югославии, со всеми политическими общей югославскими силами, запланировать официальные визиты глав правительства двух стран. В июле 1991 года в Югославию был направлен специальный представитель президента СССР, первый заместитель министра иностранных дел Квицинский. Побывав в Белграде, Загребе и Любляне, Квицинский, судя по документам МИД СССР, убедился в том, насколько важна советская позиция в пользу сохранения единства и территориальной целостности Югославии. Однако в разговорах с сербами, правда чуть позже, в самом начале августа, он был более откровенным. Первому заместителю союзного секретаря по иностранным делам со ФРЮ Максичу он сказал, что последний шанс сохранить Югославию пропущен, и нет такой силы, которая могла бы это осуществить. Квицинский подчеркнул, что развитие событий уже не подлежит контролю. Это был симптом начавшихся изменений во взглядах руководства СССР, хотя официальная позиция по сохранению целостности страны еще какое-то время продолжала оставаться неизменной. Новые тенденции в позиции СССР к осени 1991 года проявились уже более определенно. В совместном заявлении СССР, США и ЕС 18 октября уже ни слова не говорилось о сохранении территориальной целостности Югославии. В это время появляется пока еще не изменение позиции СССР по вопросу единства Югославии, но попытка более точно оценить ситуацию в Федерации и рассмотреть потенциально иные подходы Москвы. 16 июля 1991 года генеральный консул в Загребе Гиренко Юрий Степанович пишет докладную записку заместителю министра иностранных дел СССР Квицинскому, в которой советовал приглушить тезис о сохранении единства и целостности Югославии. Москва встала на сторону Запада в его стремлении демократически преобразовать цифры Ю и поддержать стремление каждой республики к независимости. МИД поддерживал любые инициативы Запада, если они назывались демократически. Таким образом, внешнеполитическая позиция Советского Союза по Югославскому кризису складывалась в трудных условиях развития внутриполитического кризиса Советского государства. На нее не могли не оказывать влияние сложная кризисная экономическая ситуация в стране, экономическая зависимость от Запада, необходимость выполнять определенные условия, чтобы получить кредиты, иллюзорная надежда на равноправное международное сотрудничество со странами Европы и США, необходимость дистанцироваться от попыток инкриминировать в Москве поддержку великосербской идеи. Я хочу сказать, что вот об этом мне в связи с кратким временем не удалось подробно рассказать, но вот эти два тезиса, единство Югославской Федерации, и ради бога нас не думайте, что мы поддерживаем великосербские идеи, эти тезисы сохранились очень долго, особенно второй. Если первый мы уже к 92-му году преодолели, то вот этот тезис о великосербской, боязнь обвинения в поддержке великосербской идеи продержался практически до 95-го года. Спасибо за внимание.